Позапрошлую пятницу ко мне на консультацию пришел риэлтор и своим вопросом выбил почву у меня из-под ног. Чтобы мне ему ответить, я взял паузу ровно на неделю. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня у нас с вами понедельник, а это говорит о том, что мы будем разговаривать с вами о риэлторском бизнесе. И сегодняшняя тема будет звучать, а нужно ли мне агентство? Давайте же разбираться, что это был за вопрос на ответ, который мне понадобилось целая неделя. Сегодняшний мой выпуск, он будет направлен не только на риэлторов, но и на руководителей агентств недвижимости. Я думаю, что задуматься придется и одной, и второй стороне. Все мы с вами понимаем, что жизнь идет вперед, все меняется. Вчера, то есть в 2002 году, когда я только начал заниматься риэлторским бизнесом, вся наша база объектов хранилась в обычном вордовском документе, который был разделен на табличку, и вот туда вносились объекты недвижимости. Но каждый для себя сохранял какой-то блокнот, куда записывал всех клиентов, и по этому блокноту работал. Пришло время, начали появляться программы СРМ, сайты, которые облегчали этот процесс. И я, как сейчас помню, когда я только начинал работать, каждую пятницу с нас руководитель требовал, чтобы мы подавали объекты недвижимости, те, которые необходимо порекламировать. Наша задача была сделать следующим образом. Мы просто подавали данные на объекты, которые хотим, чтобы вышли в рекламу. Эти данные подавались в газету, и во вторник выходила газета уже с нашими объявлениями. Потом прогресс пошел дальше, дальше, и на сегодняшний день уже формат получается такой, что сегодня я просто объект заношу в рекламу, точнее в программу СРМ, нажимаю кнопку, и этот объект начинает рекламироваться на все возможные источники. И если еще, грубо говоря, 3-4 года назад это было прям какое-то новшество, то на сегодня это уже все каждый человек может сделать самостоятельно. Он может просто-напросто взять, купить себе программу СРМ, купить ее в полном пакете, где будет возможность выгрузки на все возможные сайты, какие только нужно. И что получается? И получается следующее, что вчера агентство недвижимости давало мне возможность заниматься какой-то рекламой для того, чтобы я привлекал к себе клиентов. Но точно так же компании себя раньше рекламировали для того, чтобы привлечь именно на себя продавцов и покупателей. В общем, возьмем клиента, да, для того, чтобы привлечь в компанию клиента. И потом этого клиента давали каким-то агентам для того, чтобы они обрабатывали. И таким образом стали появляться два типа агентов. Первый тип агентов это те люди, которые самостоятельно умеют искать себе клиентов. И те люди, которые умеют отрабатывать тех клиентов, которых им дают. И что получилось? И получилось, что риелторский бизнес разделился на две части. Часть первая, то есть это те люди, которые самодисциплинированы, и те, которые умеют искать себе клиентов. Они просто-напросто посмотрели на агентство недвижимости и сказали, извините, но мы пойдем работать сами на себя, потому что в принципе у нас нет проблем с клиентами. Мы можем найти их самостоятельно, и вы нам не нужны. А другие агенты, которые умеют отрабатывать клиентов, они остались в агентствах недвижимости. Но сейчас начинает появляться другое направление. То есть что? Сейчас появляются социальные сети. Сейчас все сложнее и сложнее привлечь себе клиента. Если, допустим, я утрированно говорю, вчера клиент стоил привлечение его 5 рублей, то сегодня каждый клиент обходится почти 50 рублей. Еще раз говорю, что цены на меня не надо ссылаться. Я точно не знаю, знаю, что разница очень большая. И те агенты, которые вчера отрабатывали входящий поток, когда им дает компания клиентов, нет-нет, у них все равно появляются какие-то свои клиенты, которых они тоже обслуживают. И вот один такой клиент, точнее один такой риэлтор ко мне пришел и говорит позапрошлую пятницу, и говорит, Андрей, слушай, не понимаю, вот я, говорит, хочу выйти на диалог со своим руководителем и проговорить следующий факт. Разделение клиентов. Если, говорит, клиента я привожу, то тогда я хочу, чтобы мне платили с этого клиента минимум 70%. А если клиента дают мне, агентство, то тогда я этого клиента готов взять только за 50%. Но, говорит, когда я подошел к своему руководителю, руководитель мне сказал, ты что, смеешься что ли? Если тебя что-то не устраивает, дверь вон там, мол. И вот он ко мне обратился с просьбой для того, чтобы я подготовил его к переговорам. Мне понадобилась неделя для того, чтобы вообще обдумать этот весь процесс. И вы знаете, что я сделал, дорогие мои коллеги? Коллегам я сейчас имею в виду и руководители агентств недвижимости, и самих риэлторов. Я решил изучить этот вопрос максимально серьезно. Целую неделю я созванивался с агентствами недвижимости и вел переговоры по поводу процентной ставки, которую я буду получать. И я всем задавал один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, как мы будем с вами вести расчет? В 90% случаях в компаниях мне говорят 50%. Есть компании, где мне там предлагали 60-70%, вообще просто в круг. Есть компании, которые предлагают от 30% до 45%, но в 90% случаев говорят 50% будут твои. На что я задавал следующий вопрос. Именно таким образом, как мне задавал его риэлтор. Скажите, пожалуйста, а почему я должен вам отдать 50% за клиента, которого я приведу самостоятельно? Ну как же вы работаете в компании, мне говорит руководитель. Я говорю, хорошо, ладно. Тогда скажите мне, пожалуйста, а какое количество клиентов вы обязуетесь мне давать ежемесячно? И в 90% случаев я услышал такую интересную вещь. Ну мы как бы вообще клиентов не даем. И тогда я руководителям задал следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, дорогие руководители, вот просто объясните, по какой причине я должен со своим опытом в риэлторском бизнесе прийти именно к вам? Что сегодня вы можете мне дать? И кроме как такого понятия, как у нас есть CRM, у нас есть имя, у нас есть офис, у нас есть обучение, я ничего не услышал. То есть получается, что компания сегодня ничего дать в принципе не может. Есть компании, которые могут, но это очень-очень маленькое количество компаний. И теперь смотрите, какой интересный момент я еще заметил, общаясь с людьми. Не за эту неделю, а вообще с риэлторами. Получается, что мне говорят руководители. Андрей, а какой смысл давать агентам клиентов, если они не умеют их отрабатывать? И вот у меня здесь вопрос именно к руководителям. Дорогие руководители, агент с недвижимостью, неважно, ропами вы являетесь или собственниками вы являетесь. Скажите, пожалуйста, а почему вы не занимаетесь качественным обучением своих сотрудников? Да, вопрос больной, но он прямой. Почему вы не занимаетесь обучением своих сотрудников? И вы не представляете, какой самый распространенный ответ. Они не хотят учиться. Те, кто хочет, те учатся сами. То есть, получается, уважаемые руководители и собственники агентств недвижимости. Вы искренне хотите, чтобы на вас работали те люди, которые не имеют желания учиться? Тогда я не понимаю, чего вы хотите достичь в риэлторском бизнесе. Но если вы не цените, а вы не цените тех людей, которые учатся самостоятельно, то есть, вы им также ставите 50%, то тогда не обижайтесь о том, что хорошие агенты, которые действительно могут делать от 5, от 8 сделок в месяц, будут просто-напросто от вас уходить. И вот здесь я искренне агента поддержу. Если компания не заинтересована в том, чтобы грамотно и четко и качественно обучить своего сотрудника, то для меня это звонок следующий, что компания нацелена только на зарабатывание денег. И не важно, каким путем. Но если компания нацелена на заработки денег с помощью того, что она будет обучать своих сотрудников, то есть, благодаря качественному оказанию услуг, здесь я, конечно, буду на вашей стороне. И здесь я хочу сказать следующее. Я, конечно, не буду рассказывать, как я подготовил этого агента к переговорам, но благодаря этой подготовке, уважаемые руководители, я скажу вам следующее. Если вы видите, что у вас бегут риэлторы, и вы не понимаете, как сделать так, чтобы текучка сократилась, приходите ко мне на консультацию, я максимально подробно разложу вам по полкам, почему конкретно так происходит, и что нужно сделать для того, чтобы этого не было. И чем быстрее вы об этом задумаетесь, тем быстрее у вас начнет сокращаться текучка кадров. А коллегам риэлторам я хочу сказать следующее. Уважаемые риэлторы, если вы действительно имеете желание быть профессиональными риэлторами, и хотите этому научиться, но сейчас вы работаете в компании, которая не оказывает вам таких услуг, приходите ко мне на консультацию. Разберем конкретно вашу ситуацию, и я пропишу вам пошаговый план обучения, который вы сможете пройти либо самостоятельно, либо со мной. Для того, чтобы попасть ко мне на консультацию, нужно написать либо мне в личную, либо оставьте в комментарии комментарий, консультация, и я с вами обязательно свяжусь. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие мои коллеги и подписчики, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. И если это видео было для вас полезным, ставь вот такой смайлик. А самое главное, берегите себя. С Богом!